Уважаемые коллеги, дорогие друзья, всем добрый день, доброе утро, добрый вечер по традиции. У нас сегодня 10 мая, вторник, но у нас в этажах положено рабочий день, поэтому с удовольствием проведу сегодня развитие управления. Сделаю сегодняшнее наше мероприятие таким слегка в свободной форме. То есть я расскажу об антикризисном понимании управления вообще, может быть дам некоторые рекомендации, выскажу свое мнение по некоторым вопросам, в том числе развитие управления сегодня провожу и для себя. Потому что я думаю, что как и все, от такого, ну сейчас вот читал статью, что в принципе даже Минфин по прогнозу падения ВВП в этом году признал, что это за там фактически 28 лет будет самый серьезный кризис в России. Поэтому это действительно так. И не только Россия, мне кажется, и многих там соседних стран затронет. Вот поэтому, да и мир, наверное, тоже. Видим, как там, не будем сейчас про экономику останавливаться, у нас тема именно такая, практическое операционное управление и стратегическое управление компанией. Вот, что важно. Вот сейчас наступает время, когда, поэтому в том числе читаю и для себя, для того, чтобы лишний раз, пока готовился, кстати, очень много переосмыслил, потому что всегда правильно говорят, готовится полезно к таким мероприятиям. Во-первых, стратегические цели никогда бизнесов не меняются. То есть они в долгосрочной перспективе стремятся максимизировать долю рынка, чистую прибыль и влияние на рынок, так это назовем. Кто бы что ни говорил, всегда влияние тоже интересно. Это такой отдельный бизнес-процесс. Соответственно, в кризис что всегда происходит? В кризис всегда сжимается рынок. Он, как правило, никуда никогда не девается. То есть зависит, конечно, от того, есть кризис в отдельно взятых рынках, но, как правило, когда говорят о кризисном менеджменте, всегда подразумеваешь, что внешний шок какой-то произошел. То есть бывают отраслевые кризисы. Мы сейчас о них давайте не будем говорить. Они особо были актуальны, на мой взгляд, в пандемию, когда прям целые отрасли отдельные. Тяжело им было. Вот, бывают там отдельно взятые кризисы. Но у нас сейчас, как правило, когда говорят о антикризисном менеджменте и управлении в эпоху кризиса, всегда подразумевает общий кризис. То есть когда в целом происходит какой-то глобальный шок. Сейчас не будем долго дискутировать причины, как он себя ведет. Да это неинтересно. То есть что у нас по факту произошло? Первое. С чем не поспоришь? Это сжатие рынка серьезное, увеличение себестоимости и третье сокращение периодов прогнозирования. То есть вот эти три фактора признака, сейчас они, ну вот у меня не вызывают сомнений, от них и будем плясать. Тут я думаю, никто с этим спорить не будет, что это так. И соответственно мы при модели принятия управленческих решений должны четко это понимать. Попробуем немножко глубину разобрать. Поговорим, допустим, к примеру давайте вот сейчас не о сфере недвижимости, а представим себе, что мы с вами занимаемся поставкой электрозапчастей. Для примера. Или автозапчастей. То есть рынок тоже, понимаем, что фундаментально спрос он какой никуда не делся. Ездить стали не намного меньше. Более того, машины бы стали покупать дешевле. И соответственно там объем ремонта даже увеличился. За счет плюс ко всему прочему, скорее всего, конкурентам тоже было бы тяжело. И там бы где-то конкуренция меньше становилась. И ко всему прочему еще добавился бы фактор коренной смены цепочки поставок. То есть там мало, там будет... В принципе надо знать где купить, как это сделать и так далее. То есть какие-то неценовые факторы вышли бы на первую роль. И надо было бы все резко менять. Или допустим мы с вами туризмом занимаемся. Что произошло? Рынок резко сократился. Но люди отдыхать хотят. Мы, поверьте, человек просто стал бы менять ориентацию не по месту отдыха. То есть это где-то стал бы внутренний. Станет внутренний туризм. То есть это требует очень быстрых изменений в целом самого подхода. То есть он может быть там захочет экономить, может быть сократится количество дней. То есть все резко меняется. Это вот особенность кризиса. Мы думаем, что все стало плохо. А стало неплохо, стало просто по-другому. Вот это очень важно всегда понять, проанализировать глубоко и понять, а что именно стало по-другому в маленьких деталях конкретно в вашем бизнесе. На моей памяти это уже четвертый большой кризис. Прям очень большой. И везде, вы знаете, да, сразу скажу, мы сегодня в рамках этой жизни, читаю лекцию, сфере недвижимости повезло. Она является корневой для экономики в последнее время. И никто ей не даст даже, ну знаете, немножко подсогнуть коленки, да, что называется. Она всегда будет более-менее в таком входящем состоянии сфера. Ей всегда будет быстро подкачивать деньгами. Почему? Потому что она имеет очень большой мультипликатор для экономики. Это важно как с позиции налоговых процессов. Очень сильно зависит там вся цепочка, начиная от строительства, потом производства, мебель, различные там предметы быта, стройматериалы. Очень сильно зависит. Очень сильно зависит финансовый сектор сейчас от состояния сферы недвижимости. И очень большая занятость там мультипликатора. Поэтому всегда нужно тоже это заранее понимать, насколько ваша сфера будет в той или иной мере поддерживаться, ну с каким процентом. И это тоже вселяет уверенность. Поэтому долгосрочно, допустим, мы имеем право, я считаю, думать, что никто нас далеко как-то не уведет, и все будет хорошо. Я всегда так и размышляю. Я просто размышляю. Не надо жить у людей, что там конкретно сферу поддержат. Надо размышлять, как эта сфера занимает значимость, и насколько ей могут дать упасть. Я понимаю сферы недвижимости, никто не даст упасть. Даже сейчас мы видим, что не помогала ситуация, еще ставку. Сейчас еще не будет помогать, еще, поверьте, ее снизят до 7%. По новостройкам я имею в виду. Дальше. Следующий момент. Так вот, это первое, что для осознания приходит. Второй момент. Что происходит всегда? Это идет работа себестоимостью. Значит, в кризис уровень оборота резко всегда падает в моменте. И идет сверх нагрузка на так называемые удельные операции. Ну, если брать про нашу сферу, у нас сейчас резко растет стоимость составляя юридических документов, стоимость одной ипотечной заявки, стоимость одного привлеченного итогового клиента. Растет у нас и стоимость обслуживания одной сделки, потому что постоянные сдержки распределяются. И это происходит в любой кризис. Вот здесь начинаются уже первые, скажем так, развилки. То есть, первый вариант. Принять это и подождать. Второй вариант. Начинать делать корневые изменения. Значит, все основные ведущие мощные открытия были после серьезных кризисов. Возьмите Великую депрессию Америки. Возьмите, как они быстро вышли оттуда, там, с 33 по 40 год считается, там, по 45, да. Просто рассвет был там американской экономики. Вот. А дальше. После военной СССР, за счет военных промышленных технологий, когда надо было быстро все делать, потом с 45 по 50, там, по дату смерти Сяль, примерно, считается, да, начало 50-х, что тоже был суперрывок в целом. То есть, после серьезных потрясений мир, в принципе, после 2008 года тоже очень быстро вышел. И там, ну, был рассвет экономики, там, грубо говоря, вот при Клинтоне, да, тоже было, ну, все это максимально эффективно. Вот. И, соответственно, если посмотреть европейские страны, то они также после военных годов очень быстро получили развитие. Вот. Поэтому кризис, вот, если с исторической точки зрения, он формирует предпосылки для… А как он формирует, да тоже нам это понятно. То есть, мы учимся решать задачи по-другому. Сама система нас вынуждает смотреть на все по-другому, совершенно с другой точки зрения. То есть, мы, если раньше где-то… Ну, есть такое понятие в управлении «зарасти жирком». Как правило, кризис – это же всегда индикатор того, что экономика фактически не функционирует и не отражает интересы всех участников. То есть, я сейчас не говорю даже про политику, я говорю про экономику. То есть, она уже не обеспечивает той функции, которая была, и с этим начинаются все проблемы. Вот. Поэтому, если мы говорим по себестоимости, то, безусловно, в кризис просто начинается работа классическая в теории ограничений. Все начинают думать, первое. Второе – все начинают думать по-другому. И третье – все начинают действовать на основании того, что думают по-другому. Поэтому, вот это такая тройственная, мне кажется, тройственный процесс, его все ментально проходят. Какие есть издержки у этого? Самый страшный издерж… Подход он какой? Ребята, давайте подождем. Все с собой нормализуется. Сейчас рынок восстановится и будем работать как раньше. А вот и не будем работать как раньше. Потому что это все сложно. Период нынешнего кризиса, я прогнозирую, минимум полноценный, ну такой, вы знаете, он года на два, а то и на четыре, на мой взгляд. Он точно, мы объемом 2021 года, я считаю, рынок не достигнет ближайшие 3-5 лет, мой такой прогноз. И вот то, что сейчас у нас произошло в апреле, там падение на 30 примерно процентов прошлому году, а в мае мы опять видим падение уже на 30-35 процентов прошлому году, говорит о том, что в лучшем случае к концу года рынок восстановится 75 процентов от прошлого уровня. А это, коллеги, если взять даже хорошую маржинальность, это убытки, грубо говоря. И поэтому сейчас у нас будет стоять архи с вами сложная задача трансформировать бизнес для того, чтобы он в многих условиях мог работать. Это и хорошо, и плохо одновременно. Почему это плохо? Потому что мы все на это не настраивались, не всех есть бюджеты, любая трансформация это в моменте всегда затраты. Все знаем закон изменений, сначала все становится плохо и потом все становится хорошо. И когда это плохо происходит, кажется, что хорошо может и не настать. Но на самом деле хорошо всегда наступает. Если ты, конечно, не умер в момент, когда тебе плохо. Дальше. Следующий момент. Давайте немножко проговорим про то, какие именно действия должен делать руководитель в этот момент для того, чтобы реально изменять. Смотрите. Во-первых, мы и так всегда каждый год ставим себе задачу улучшения бизнеса. Мы, как правило, проявляем это в нескольких компонентах. Я сейчас перечислю пример. Мы все говорим. Мы хотим повышения производительности труда. Мы хотим сокращения себестоимости. Мы хотим больших скоростей. Мы хотим правильных бизнес-процессов. Мы хотим делать что-то лучше, чем конкуренты на столько-то. Мы хотим более сильных людей, которые у нас там творят. Мы хотим, чтобы люди сами, как предприниматели, действовали и вели компанию вперед, не ждали, пока там оно происходит. Мы хотим создавать выдающийся клиентский сервис, чтобы он готов был покупать наши услуги с добавленной маржой, может быть. Мы хотим иметь правильное отношение с партнерами. Мы всегда это делаем. Просто в обычном рынке это можно не делать, и ты все равно будешь функционировать. Кризис такая жесткая вещь. Сейчас я надену очки и немного порисую. Модель эффективности, которая обычно была. Ну, допустим. Давайте так. Это плюс-минус какая-то условная эффективность. Ее так назовем бизнеса. Давайте считать. Ну вот, когда был рынок, допустим, хороший. Вот он, да, момент. А мы сейчас все жили два года в таком рынке, кто не знает, коллеги. Наша чистая прибыль где формировалась? В точках выше этой эффективности. Ну, где-то больше. Ну, иногда убытки заходили. Январь месяц, допустим. Вот. И все было хорошо. Вот это декабрь, допустим. Сверхприбыль была. Я условно говорю, естественно. Значит, что происходит в кризис? В кризис происходит достаточно жесткая штука. Модель вот этого хорошо. Хорошо она меняется, как правило. Как правило, меняется, да. И становится где-то вот неожиданно вот на этих уровнях. И теперь у нас что? Теперь те же самые действия, это будут уже убытки. Где-то около нуля, где-то большие. Вот где-то здесь. Если ничего не менять, вот это наша новая парадигма жизни. Вот. Останавливаю. Этот рисунок важно понять для чего? Для того, чтобы понять, как себя настраивать и настраивать свои команды. То есть, и главное, что это ничего страшного. То есть, это такой рабочий процесс, который просто от компании требует принятия совершенно другого уровня конкурентной среды. То же самое случилось бы с вашим бизнесом, поверьте. Неважно, чем вы занимаетесь, если бы вышел сильный конкурент. То есть, вот эта линия, она же в силу разных сил действует. Это не обязательно кризис. Я могу минимум три причины перечислить, по которым это тоже могло произойти. Первое. Очень сильный конкурент. Зашел, допустим, ваш. Второе. Ваша отрасль стала сильно заменяться. Допустим, все мы знаем классические примеры. Что случилось с обычными такси. Или что случилось с магазинами у дома, когда рынок перешел в супермаркеты. Ну или сейчас тренд мощно идет на онлайн-торговлю. К примеру, что вся уличная торговля под вопросом стала. Ритейловая, скажем так. Стрит-ритейл. И третий. То же самое может случиться, если, допустим, у вас резко поменяются финансовые условия. То есть, если деньги станут дорогие или вырастет какой-то поставщик, то то же самое, поверьте, произойдет. То есть, это не факт, что что-то экстраординарное. Это такой процесс, который внутри нужно принять и понять, что он стал другим. Это, я думаю, более-менее все и так осознают, понимают. Дальше переходим. Следующий момент. Так вот, я подготовил несколько рекомендаций, таких практических, что советую делать именно сегодня. Значит, первое, самый главный путь выхода из кризиса – это инициатива снизу. На мой взгляд, сейчас самое время поменять подход в целом к построению организации. То есть, каждый человек, кто работает в организации, если его прийти и спросить, слушай, а что ты можешь делать по-другому на своем рабочем месте? Вам расскажут кучу идей. И мы идем здесь от мотивационного менеджмента, материального, нематериального, и нужно переносить центр туда. То есть, если раньше вы были инициатором, сейчас я боюсь, что… Я не хочу никого разочаровать сейчас, конечно, но я боюсь, что ваши возможности в текущей парадигме будут исчерпаны. Вот все, что можно, вы уже сделали. Грубо говоря, вот это повышение планки эффективности, без изменения подхода, его не взять, грубо говоря, вы не способны взять эту высоту. И это и меня касается в том числе. Но вы, это же, вы же не прыгун, кто один. У вас большая команда, у вас вот эта интегральная сила. И сейчас самое время подключить, реально подключить по-настоящему мощь всей команды. То есть, руководители департаментов, риэлторы, менеджеры, специалисты, по идее, сейчас надо их так синергировать и такие найти пути их взаимодействия между собой, чтобы они резко стали усиливать бизнес. Это возможно. Мы все понимаем с вами, как это делать. Инструменты я приводил. Это, во-первых, мотивационная составляющая, во-вторых, это делегирование полномочий, в-третьих, это уменьшение административных барьеров, в-четвертых, это создание коллегиального типа управленческого процесса. И, наверное, в-пятых, это другое распределение ресурсной базы, управление ресурсами. То есть, это то, что дает мощь системе и ее способность реально менять конфигурацию воздушных потоков, как я это называю. Потому что нисходящие потоки, они все очень важны именно для подъемной силы крыла. Все это понимают. И поэтому, мне кажется, бизнесы можно трансформировать. Если так не высокопарно говорить, а конкретно. Скажите конкретно. Теоретически мы сами умеем говорить. А вы знаете, очень сложно. Я когда интуирование провожу кандидатов, часто, когда их начинаешь попросить перевести практику в теорию хорошую, они сыпятся. А из теории в практику любой может быстро рассказать. Поэтому умение кандидатов и специалистов глубинно понимать теорию, когда они видят практику и понимать, что происходит, это, мне кажется, очень важный компонент управления. Давайте, тем не менее, конкретный пример приведу. Вот, допустим, раньше мы как говорили? Слушайте, давайте рассмотрим какой-нибудь пример из нашей сферы. Допустим, ипотечный брокер. Понятно, я в мыслях писал последних, что ипотечный брокер на самом деле должен сейчас с клиентом работать по-другому. Если раньше у него были шаблоны, конверсия, туда-сюда, сейчас он должен как думать? По-другому мыслить. Если с ним сейчас поговорить, он скажет, слушайте, у нас сейчас клиенты, я же не просто так эти мысли про брокера написал, я поговорил, честно, с брокером. Я говорю, слушай, расскажи, как бы ты мог поменять ситуацию? Он говорит, слушайте, если откровенно, вот вы нам сейчас ставите мотивацию за конверсию, за все, а нам сейчас нужно мотивацию ставить вообще, нас освобождать и не конверсию ставить в приоритет, а вообще сам процесс взаимоотношения с клиентом. То есть, по идее, сейчас с клиентом нужно тратить очень много времени и делать на том акцент, как мы это делаем, потому что сейчас конверсия не ясна, ставки большие. Конверсия, понятное дело, маленькая, у всех апатия. Нужно строить, наоборот, долгосрочные отношения, где-то с клиентом начинать встречаться, а то мы все в онлайн ушли, а сейчас, извините меня, клиент длительный, он подал заявку, он может, когда будет, и он думает, что с ним не общаюсь, он сейчас ждет другого. Потому что, когда, понятно, это все за час происходит, и через неделю квартиру покупают, одна история. А когда все там замешают, это другая. И вот, вы поняли, пример привожу. Дальше потом, как производная этого, мы должны другой тип брокера поменять, который больше может человека убедить, посоветовать, умеет правильно говорить, что и как делать долгосрочно. Он становится долгосрочным клиентом. И мы получим преимущество? Да, получим. Кто так делает? А дальше какая опаска идет? Допустим, департамент маркетинга, он что говорит? Слушайте, ребята, сейчас клиент приходит, какой-то не тот, конверсия не та, а давайте вообще не будем рекламу подавать, условно говоря. И это смерть. А грамотная система, она что скажет? Не, ребята, подождите, давайте клиентов привлекаем, они есть, просто они сейчас холодные, и нужна другая технология управления. Давайте все это поменяем, сохраним, и мы потом свои деньги заработаем. Вот это яркий пример изменения вот этого процесса, грубо говоря, что снизу должна инициатива идти, да, и понимание процессов, как в кризис все это происходит. Другой пример, инициативы снизу, на мой взгляд, очень серьезно, это управленческая инициатива. То есть одно дело управление бизнес-процессами клиентскими, другое дело управленческие. Управленческие процессы тоже должны идти снизу. Какие нужны отчеты, не нужны. Кому нужна какая мотивация. Кому нужны какие ресурсы. На сегодня, на мой взгляд, системы нужно убирать от себя. У нас в странах бывшего СССР, так назовем, есть большая проблема. Мы не любим делегировать. Это бич. Он имеет глубинную какую-то психологию. У нас и право собственности все на квартиру любят, все это знают, да, что мы лидируем, чуть ли не лидируем по проценту жилья в собственности, которые граждане имеют. При том, что средние доходы у нас, в общем-то, скажем так, не на первом месте. Но, тем не менее, вот эта история есть. Более там, скажем так, другие страны с гораздо большим доходом населения, больше людей все в аренду покупают. Почему? Потому что они понимают, ну зачем чем-то владеть, когда дай, и ты больше в итоге получишь. И люди сами заинтересованы. Точно так же в управлении. Нужно менять и вот ее туда всю эту энергию направлять. Пусть там все бурлит. Вы должны просто это наблюдать и смотреть. Вот. Следующий момент, который я хочу остановиться, это потенциал менеджера. Самого. Сейчас вот центральное звено, я писал много раз, еще раз хочу проявление. Неважно, это наша сфера там, продажа автомобилей, может быть, это даже там, условно говоря, производство продукции там, полиэтиленового, например. То есть на первое время выходит менеджер, который общается непосредственно с клиентом. Который четко понимает потребности здесь и сейчас, которому нужно передавать, который управляет своими там людьми, ну если в нашу сферу взять, все ресурсы управления. То есть он должен быть мощным заказчиком всего. Надо сейчас песочные часы с ног на голову перекидывать в кризис. И тот, кто раньше был исполнителем, должен становиться заказчиком. Кто раньше был заказчиком, сейчас должен становиться исполнителем. Кто раньше предоставлял ресурсы, сейчас должен получать их. Кто раньше не имел права голоса, сейчас должен иметь вообще полные полномочия в моменте решать любой вопрос. Но это сложно, это требует перестройки всего и вся. Если взять нашу систему, то менеджер, на мой взгляд, вообще должен получать право предоставления объема рекламы, кадровые вопросы решать, ресурсные вопросы решать должен менеджер. Менеджер должен каждому клиенту давать возможность, возможно, даже и скидки предоставлять. Или, может быть, менять ресурсы управления клиентами со стороны контакт-центра. То есть мы понимаем, это вот, роль менеджера, она становится максимальной во всех сферах. И это есть изменение кризисной парадигмы. Потому что если мы делали, как раньше делаем, мы этого всего не добьемся. Это 100%. Это, коллеги, нет никаких в этом сомнений. И, наверное, отдельно в рамках менеджера, что еще хотел сказать? Что сам портрет менеджера другой. Потому что вот эта система, она требует другого портрета менеджера. Потому что, почему вот часто, знаете, как бывает, говорят, в кризис наша компания не смогла, да, так скажем. А потому что в кризис, есть такая же поговорка известная, да, когда вода уходит, становится понятно, кто без трусов. И получается, что на сегодня кризис, он быстро покажет, а какой у нас вообще подбор людей. А они, кто у нас просто, которые выполняют там, или которые создают реальную добавленную ценность. Все. А когда, знаете, их немножко опрозрачивают, говорят, слушайте, а создавай новую ценность, да. Ведь мы же все понимаем, сейчас я немножко опять порисовать хотел. Давайте, я вот прошу прям на этот слайд внимания обратить. Он про эластичность ценности. Любой человек или система всегда в момент времени создает новую ценность, да. Ну, давайте сейчас вам пример приведу. Какой-нибудь менеджер. Я для примера говорю. Значит, это течение времени, т время, в целюсь, велью, так ее назовем. Смотрите, вот когда вначале, ну, я условно говорю, это все индивидуально, главное вот понимать это, знаете, понимать это в системах. Понимать это у конкретных людей, там, у управленцев. Она разных типов бывает, бывает управленческая ценность. Может быть, даже неожиданно там ценность может быть и какая-нибудь там для корпоративной культуры. В плане лояльности, вовлеченности. Разные ценности бывают. Вот смотрите, вот здесь, как правило, переходные точки происходят. Они, это такой сложный процесс, как вот эти точки обеспечивать. Вообще считается, что ценность дается, либо когда у тебя достаточной свободы, но тут нужно понимать тип культуры человека. То есть, у Одизиса есть, конечно, вот это подразделение там на предпринимателей, интеграторов продуктивных и администраторов, да, по-моему. То есть, ну, тут, конечно, оно плюс-минус, наверное, соответствует каким-то процессам. Но суть какая? Вот умение человека раскрыть вот этот талант, и чтобы он давал боль, это сложность. То есть, кому-то нужно там поддавить, да, кому-то нужно четко цели опрозрачить, кому-то нужно, наоборот, свободу и ресурсы дать. Вот эта эластичность, она существует. А есть, знаете, управленцы, которые, вот я точно вам говорю, вот так сидят, всю жизнь работают. Их никто не напрягает, и они спокойно молотят, сидят на своем рабочем месте. Никто уже не задумывается. А мы все понимаем, что это же модель условная, да, потому что на самом деле модель-то она же вот такая. То есть, если это уж совсем по-честному. То есть, есть же еще так называемое моральное устаревание организма, так его назовем, да. И вот сами того не понимая, вот эта вот дельта, она уже красная. То есть, даже если нам кажется, что это на самом деле в другой системе координат реального бизнеса внешнего, мы как компания, все люди каждый день стареют, все это понимают. Компании тоже стареют. Если они внутри не видоизменяются, они могут стареть. И вот на самом деле вот эта вот ценность, она отрицательная. Поэтому даже если я вам вот так вот сейчас вот нарисую тренд, условно, ой, вот так вот допустим его, вы поймете, что не факт, что мы даже прибыли, что сотрудник прибыльный. Он тут убыточен, тут вот он только на... То есть, мы должны сферически всегда на все смотреть, да. Все, я уверен, все поняли, о чем я говорил, я уберу тогда. Вот. И вот эта ценность, она в кризис выходит на первый план. Как у конкретного сотрудника или совокупности сотрудников, или прям целых систем в управлении обеспечивать вот эту добавленную ценность. То есть, это такое уже... А это, если меня спросить, что это такое и как это добиться, я вам расскажу. Это, во-первых, три золотых закон... Ну, три таких суперинструмента. Первое, все-таки, цели и полагания. Все-таки. Второе, все-таки, это мотивация. То есть, и третье, это все-таки свобода. Да, я так считаю. То есть, свобода дает вот эти три слова... Правильно выстроены вот эти взаимо... Свобода – это очень широкое понимание. Туда я включаю и полномочия, и ответственность, и систему отчетности, и право пользования ресурсами. То есть, может быть, это даже где-то право кадровых каких-то там... Это, в моем понимании, широкое понимание свобода. И вот в кризис сейчас будет жесткий, вот понимаете, прям жесткая потребность вот в этой трансформации способности разглядеть ценность людей. И сейчас, кто вот эту ценность индивида не вырастет, рынок, он... Я вам так пока заграю, он сейчас вот так вот стал, под углом 35 градусов, я серьезно говорю, пошла система. И вам сейчас нужно критично это все смотреть. Наверное, следующий момент, о котором я хотел рассказать, это так называемая... Есть такая поговорка хорошая. Мы были, расскажу сразу же, на стажировке в одной из компаний. Они говорят нам, ребята, нас не интересует обслуженный клиент. Нас интересует необслуженный. У нас вся модель управления строится вокруг необслуженного клиента. Сам факт обслуженного клиента говорит о том, что он выбрал нас, и там более-менее вопрос закрыт. Все наши исследования, вопросы проходят в необслуженных клиентах. Все. У нас, говорит, группа клиентская изучает только необслуженных клиентов. Системы управления коэффициентометрики на 80% состоят из тех, кого мы не обслужили. Мы там копаемся, изучаем, делаем. Понятно, что при таком подходе в кризис компания будет действовать совершенно по-другому. То есть она будет правильно, она будет быстрее гораздо понимать, что ей сейчас не хватает в конкретный момент. При этом бывает так, что объективно ничего не сделать, и желание обслужить каждого клиента. Ну вот сейчас, допустим, знаете, пример приведу. Нам тут некоторые горячие головы говорили, а давайте вообще будем делиться всей комиссией, ну чтобы ставка клиента была ниже. Я говорю, так мы так вообще убыточны будем у нас. Мы так три месяца, ну сколько там, полгода проработаем, да и вообще закроемся. Вот, то есть тут какая-то грань, конечно, есть. Я всегда говорю, нет, надо уметь говорить в управлении. То есть в управлении, да, управленцы до добра никогда никого не доведут. Нет, я считаю, это очень хорошее слово в русском языке. Но, тем не менее, все-таки здесь мы должны это понимать. И если дальше говорить о необслуженных клиентах, то тут есть несколько законов у нас в системе. Первое. Необслуженный клиент в первую очередь нужно на уровне системы управления закреплять ответственность за каждым необслуженным клиентом. Понятно, что кто-то сейчас скажет, ну как так за каждым? Слушайте, ну очень просто. Допустим, если мы поговорили, то руководитель группы должен знать, что у него 723 клиента, условно говоря, в январе, условно говоря, не были обслужены. Все, из них там 350 по таким причинам, да по таким. Эти причины устраняются таким образом. Это возможно с такой вероятностью. Вот, допустим, 80% мы просто бизнес-процессами изменим. 20% нужна более тяжелая ресурсность. Компания готова, не готова найти риски. И когда мы это вот так вот делаем, понимаете, у нас все происходит по-другому. Что выясняется? Я очень много со всеми общаюсь. Выясняется, что 30% клиентов можно вернуть просто вот так, знаете, полчучку пальцев. То есть оказывается, там нет большой себестоимости. Ну как, коллеги, ну как и всегда положено, за зоной, да, всегда идет нейтральная зона, которая на самом деле вот так вот просто чуть-чуть там поманить, да, и они придут. Поманить, естественно, в таком условном смысле слова, и они придут. Но большинство бизнесов даже за эти 30% не борются. То есть и когда кризис наступает, они все так за голову хватаются. И хорошую степень дифференциации вот этих процентов, да, скажем так, среди клиентского распределения не смотрят. Вот нужно смотреть. Нужно всегда. Сильный управленец, он быстро понимает, где он может побороться. То есть он у него это прям быстро говорит. Слушайте, он говорит, ребята, вот борьба за 30% клиентов стоит нам условно там 4% их маржинальности потенциально. Вот остальная группа там 15%, тут 40%. Ну, может быть, явно не рентабельно. Хотя в кризис, учитывая, что у нас постоянный Голдберга Цель все читали, да, надеюсь, там четко описывается, что порой в кризис даже 30% затраты на одного клиента могут быть рентабельны. Если у тебя все мощи загружены, офисы в аренду стоят, производство стоит, то есть в принципе это может происходить. В общем, я тут долго не буду разлагользоваться. Я думаю, по клиенту все поняли, что надо менять парадигму, одних строить систему управления и передавать полномочия процессам еще лучше не менеджеру, а даже клиенту. Но это уже высший пилотаж, такого не встречал. Может быть, надо пофантазировать, может где-то есть такое. Но теоретически вообще, наверное, в идеальной организации будущего конечные полномочия управления процессом будут у клиента. И через такой сложный механизм он сможет, в принципе, сам себе понимать, что им не так управляют и давать какие-то управленческие полномочия. Но так сижу мыслью, наверное, когда-нибудь до этого со временем дойдут. Отдельный пункт, который я хотел рассказать, это ресурсное распределение. Слушайте, коллеги, это самая сложная история, вы не поверите, это для меня вызов всегда. Я считаю, что я там пока троечник в этом плане, наверное, как управленец. В чем суть? Смотрите, в кризис, грубо говоря, знаете, как это на каком-нибудь базаре в Шелковом пути. Я вот в четверг следующий в Самарканде буду, не в четверг, в субботу в Самарканде буду. Я там пока историю поизучал. Там, оказывается, в зависимости от времени суток, не суток, а цены были разные на вот этих рынках товарных, шелковых. То есть там настолько все было продвинуто, хотя это еще сколько там было, лет назад все, сотен лет назад было. Там была уникальная ситуация, что ценности товаров, курсы менялись кардинально вообще разные. То есть шелк условно менялся в пропорции 1 к 7 условно, а на следующий день 1 к 2 уже может быть. То есть там супер биржа была, что нынешняя там отдыхает. Я к чему все это клоню? А у нас также ресурсность такая же. Допустим, сегодня огромная роль маркетинга. И у нас там в департаменте условно 3 человека для примера работы. А сейчас, допустим, входящим потоком, может быть, проблем нет. Я условно говорю. А есть проблема с отработкой. И по идее мы должны маркетологов снимать с привлечения потока. И понимать, что их воздействие, но они там условно с ума сходят, он такой же поток. А на эластичность, на конверсию. Допустим, если никто не следит за процессами, конверсия 4%. А если там все как надо, ну знаете, там звонок каждому клиенту, анализ, понимание, то она до 14 поднимается. Так по идее эти 3 маркетолога, что они там делают? Оставили на автоматом все системы поддерживающие, перевели сюда на конверсию. Но нет, мы это не можем. Мост нас не считывает. У нас инертность мышления, понимаете? Или другой пример. Сейчас, допустим, критично важна разработка самого продукта. То есть мы видим, что где-то парадигма меняется. Неважно, это продукты или услуги, допустим. Может быть, там условно, я вот пример передаю, у меня ларьки фруктовые, да, под боком есть там, сидят. Я говорю, ну что вы доставку не сделаете? Я говорю, ну заведите там на тильде приложение, оформите, вы всех своих клиентов знаете. У вас, говорю, 80, примерно 90% клиентов районные. Я говорю, заберите их все телефоны. Ну не в смысле эти аппараты, номера телефонов возьмите. Говорю, и в WhatsApp шлите каждую пятницу это предложение. Вот вам пакеты, еще, говорю, а скидки сделайте. Я гарантирую, у вас процентов 10 людей будут доставку заказывать. Одно учится, там возьмите человека. И все, у вас, говорю, выручка в 20 раз увеличится. И все. А у вас, говорю, ларек ограничен, они онлайн говорят. Ой, нет, говорит, ты что, говорит, ты, говорит, не этот, ну условно, продавец, я честно говоря, стыду свою, не знаю даже, как его зовут. Говорит, не, 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 ты что, ты, говорит, вообще, ты сейчас нашу компанию погубишь с таким подходом. То есть мы, говорит, тут сидим, спокойно продаем, к нам приходят клиенты, и все у нас хорошо. Но правда, говорит, прибыли нет в последнее время. Потому что цены большие на эти, на закупи, а, ну в общем, все как обычно, да. Надеюсь, никто себя не узнал. Вот, и система трансформировать, никто не хочет эти возможности смотреть. Вот, поэтому здесь, а ресурсность, он-то тоже, видите, не чувствует конкуренции, что самокаты появляются, да, прочее. Вот, что там, сам тренды меняются, и тренды не ловят. Вот, поэтому, и вот это, в моем понимании, это не чувство вот этой ресурсной системы. Понимаете, а может быть, уже ценность давно возникает, к примеру, даже не в работе, условно говоря, с клиентом по показам, а клиенту нужно продавать, ну что-то уже большее, чем просто квартиру, да, там, прям, разные же этапы продажи квартиры и услуги, если о нашем бизнесе говорить, может, больше надо в услугу переходить, смотреть, что там клиент хочет, там, сопровождение. Там, у нас есть, там, один из городов, я был на конгрессе, там, ввел понятие, что гарантированно, там, лакшери автомобиль, то есть, предоставляется. Тоже нормально, там, то есть, вот такие вещи какие-то происходят, которые интересны. Вот, где-то, может быть, критично роль уже скоростей становится. Я вчера вот был на этом, рассказывал на обучении, да, что, никогда вчера, в общем, четверг, что сейчас есть риэлторы, которые в тот же день, то есть, клиент позвонил в тот же день с ним встреча, прям личное правило, все, может быть, скорости важны сейчас, то есть, конкуренция большая, люди ждать не хотят. Все, давайте дальше двигаться, еще насчет ресурсности, все поняли. Следующий пункт, переоспособление маркетинга. Маркетинг, это не только реклама, все это понимают, маркетинг, это широчайшее понимание, начиная от ценообразования, я могу сейчас большую лекцию и про ценообразование рассказать в кризис, но просто, поверьте моему слову, что в кризис цены всегда надо снижать. А у нас что сейчас-то делают? Повышают, все, и получите, что называется, то есть, ничего это не произойдет, а кто-то мне скажет, ну, и так, там, сейчас цены, там, большие, там, это, это, слушайте, надо. Там меняется сама структура постоянных переменных, и еще при этом повышение цены, она еще больше бьет по этой структуре, у тебя спрос снижается, он у тебя так снижен, у тебя доля, там, все вот эти коэффициенты, там, покрытие, перекрытие улетают, и ты должен хотя бы их чуть-чуть, там, затягивать на прежний уровень. Ну, то есть, условно, так, чтобы не голословно говорить, была себестоимость сделки, допустим, давайте в нашем бизнесе поговорим, 1700 рублей, для примера, по аренде, возьмем, да, там, бизнес, без услуг риэлтора. Ну, в кризис, она, бац, она автоматом сразу же 30% объема сократилась, соответственно, если она была, там, доля переменных издержек была, ну, допустим, 30%, да, то это 20% сразу же сокращение себестоимости одной сделки было. Вот, ну и все, и мы должны отыгрываться, если мы сейчас цену сделаем, у нас еще, то есть, нам потом как отыграть-то, там, вот это все, то есть, только, но не идут никто на это, и не понимаешь, что это временно, что это нормальная история. При этом иногда цену нельзя опускать, это вот ценообразование. Дальше пошли, я рассказывал про само УТП, анализ рынка, слушайте, сейчас вот, допустим, анализировал последние данные, слушайте, пошла загородка, земельные участки, пошли однокомнатные квартиры, повторички, и, допустим, сейчас хорошо пошла аренда. Думаете, что некоторые бизнесы делают, даже в нашей сфере, это не чувствуют, а это смена маркетинговых бюджетов, начинают поливать на элитку, которые уже пока вообще сделок почти нету, то есть, зачем там тратить усилия туда-сюда, то есть, даже элементарное понимание клиента, а где он, что он сейчас делает, что ему интересно, как конкурентная среда в каждой конкретной сфере, мы на это оказываемся не способны. И это тоже часть трансформации компании в кризис, которая она должна уметь быстро проходить. Я буквально еще про переосмысление маркетинга пару слов, мне кажется, очень важная функция маркетинга – это пиар. Вы знаете, сейчас есть большое потребление информации. То есть, людям нужна пиар, потому что в эпоху, когда, я считаю, нет разнообразия мнений по многим вопросам, роль пиара, она важна грамотного пиара в сфере недвижимости. Нужно открыто говорить, что происходит, как происходит, показывать глубину процесса, вашего знания. Это касается отдельного риэлтора, это касается компании. И там большой потенциал, потому что сейчас пиар гораздо эффективнее, чем любая реклама прямая, вот как мне представляется. Отдельная тема – это соцсети. То есть, если говорить сферы недвижимости, это какие-то еще агрегаторы. Если говорить другие сферы, это могут быть степень взаимоотношения с агрегаторами условными, порталами разными, которые большой объем у себя товарные вещи агрегируют, классифайдеры так называемые. То есть, там можно очень большой эффект получать. Вот это все, что мы, о многом этом говорим. И еще если говорить о маркетинге, никто не забывает такую важную функцию маркетинга, как клиентский сервис. Я об этом тоже много говорил. Там можно многого достичь на ровном месте. Давайте двигаться дальше, время мало остается. Вот я сейчас быстро уже буду тогда двигаться. Дальше. Теперь немного про само управление в компании в кризис. Значит, в кризис есть два закона единственной борьбы противоположности, как я их называю. Первое. Нужно все сделать быстро, уметь делать быстро. То есть, становится важна скорость принятия решений. Знаете, мы же часто привыкаем. А давайте еще этот вопрос подискутируем. А давайте еще посмотрим со всех сторон. А давайте еще посоветуемся с теми-то. А давайте еще проведем пилот. А давайте еще посмотрим. Пусть конкуренты это сделают, а мы потом посмотрим. Такое бывает. Вот сейчас какой правильный ответ? А давайте просто сделаем и посмотрим. Вообще. Что будет получаться. То есть, сейчас нужно не бояться. Вот что-то чувствуете. Я считаю, делайте. Сразу же. Вот во все кризисы так себя вел я, как руководитель. Тут надо уметь брать риски на себя, ответственность на себя. И что-то пробовать менять. Потому что, как я уже вначале говорил, ничего не меняя, у нас шансов почти нет. Сильно все осложнилось. И тот, кто сейчас себе больше вот этот риск грамотный позволит. Сейчас, знаете, очень-очень, как ни странно, дешевый риск. Его нужно закупать. Вот, если мы говорим про шелковый путь и про базар, вот сейчас условно риск стал дешевым. Потому что гораздо больше вероятно, что у вас получится. Конечно, когда рынки шикарные и все хорошо, наверное, утопия. Что-то резко меняет, когда такие прибыли. А когда их нет, вы не рискуете. Вы имеете право закупать. Это вот, знаете, он, грубо говоря, в дальнем углу сидит там, торгует на верблюде. К нему никто не доходит. А сейчас вы должны в первую очередь туда подходить и говорить, что у вас там есть, какой риск продаете. Давайте садиться, составлять карту рисков, то, что вы раньше боялись сделать, и делайте. Вот. И нормально. Я вам гарантирую, вы удивитесь, сколько вы нового откройте, потому что накоплен потенциал. Во-первых, этого риска, отложенный спрос на него идет, да, в моменте добавленной ценности. И все это очень хорошо реализуется. Вот. Если в практику немножко, да, чтобы голословно не быть. Вот сейчас вот мы, в один из кризисов мы придумали безопасность сделки. Потом, сейчас вот я считаю, в кризис будет очень, мы полностью доверились клиенту, там, водили, вернем деньги, вот такое было, что если что-то не понравилось. Вот. Дальше мы сейчас пошли на риск. Разрешаем, там, допустим, вот раньше мы риелторам, новичкам не разрешали, там, где-то. Ну, там, сейчас рекламу разрешаем подавать, только там, чтобы у вас все получилось в неограниченном объеме фактически. То есть, все, почувствовали риск. А риск в целом в странах бывшего СССР недооценен. Почему? Потому что нас 70 лет учили, не рискуй, все хорошо, все стабильно. Стабильность, знаете, в чем минус стабильности? Людей учат не рисковать. И люди привыкают не рисковать. И потом, когда надо рисковать, они не могут. Вот это очень важно. Так, давайте, про это долго говорить не буду. Итак, я надеюсь, меня тут все поняли. И это первый парадокс нужна. И второй парадокс нужна достаточно, почему я говорю, единственная борьба противоположностей, проработка решений более глубокая, чем раньше. То есть, сейчас, знаете, какой правильный ответ? Грубо говоря, обеспечивайте глубину. Не в широту надо смотреть, а в глубину. Вот так вот разрез делайте, посмотрели, приняли решение и поехали. Все. Даже возьмите какую-то там опытную группу, и на ней все, не надо на компании сейчас все там анализировать. Быстро нужно там, что там в широком, индукция, да? От частного к общему. То есть, быстро на каком-то моменте сделали, и быстро, прям не дожидаясь, масштабируйте. Все рискуете. Так, разобрались. Дальше. Про новые возможности и про деньги. Значит, да, сейчас всегда кризис, это надо на свою компанию посмотреть чуть по-другому. И где-то, безусловно, дать ей возможность компании максимально двинуться в сторону новых рынков. Но это такой процесс. Вот я сам говорю, я сам сижу и думаю, насколько это правильно. Да, слушайте, ну, во многих сферах это правильно. То есть, сейчас самая возможность, возможно, где-то будет, ну, сейчас, знаете, давайте начнем с малого. Просто диверсификация в рамках бизнеса внутри, это новые сегменты. Кто-то не занимается арендой, кто-то не занимался загородкой, да? Кто-то, допустим, не занимался, как следует, новостройками. Вот. А у кого-то, слушайте, самое время двинуться, все. Дальше возьмем смежная диверсификация, так называемая, да? То есть, она о чем говорит? Ну, можно там начать, там, где-то, там, строительством, там, подряды продавать. Вот. Где-то можно начинать, там, другие процессы. Все вы знаете, что мы еще, там, активно, там, ипотечный, страховой, брокережь, и оценочные вопросы. Вот. И дизайны, и ремонты, там, и там, все, что у нас нету. Может быть, туда можно двигаться, вот. Может быть, кто-то вообще, там, стройкой займется. Почему нет? То есть, тоже, это, это уже такая глубокая смежная диверсификация. Вот. И в кризис, это возможность, ее надо посмотреть. Отдельно сейчас я дальше рассказываю про онлайн. Понятно, я только недавно большую лекцию про онлайн читал, в МГУ. Там можно посмотреть. Но сейчас я двух слов скажу. Я считаю, что сейчас переход в онлайн, он максимальный должен быть. То есть, он позволит сократить и издержки, и открыть новые рынки. Все вы знаете, что мы, там, новую модель взаимоотношений через личный кабинет с клиентом сделали. Сейчас уже многие клиенты вообще в офис не приходят, просто через личный кабинет всю услугу получают. У нас сейчас вот недавно в случае был клиент, просто через личный кабинет сделал все. Вот. И риелтор его ни разу не видел, просто в принципе. Вот. Он просто все держался на консультации, все оформил, все сделал, там, зарегистрировался. И клиент его, риелтор его не увидел. Все, вот уже такое происходит, понимаете. А что говорить о других бизнесах? Там это более ярко выраженная тенденция. Все-таки я считаю, что онлайн, он... Я за гибридную модель сам, я считаю, в любом бизнесе тот, кто отрицает онлайн, это неправильно. Надо потенциал онлайна, если мозговой штурм кто-то будет проводить, то меня сейчас не из компании даже смотрит. Первым пунктом проведите штурм про онлайн возможности бизнеса. Про автоматизацию я вообще молчу, это просто автоматом должно быть, да. То есть внутреннее повышение эффективности за счет улучшения процессов искусственного интеллекта, компьютерного зрения, использования современных алгоритмов или, может быть, бигдейта. То есть это все то, что на сегодня прекрасно работает. Вот. Отдельно, наверное, одним из последних пунктов это по поводу приборки. Сейчас стали смотреть, вот не поверите, 15% издержек сокращается просто при минимальном рассмотрении. То есть, грубо говоря, дом все убираем, убираем раз, ну у всех по-разному, вот. Но в целом в бизнесе также надо уметь приборку делать, если честно. Слушайте, к сожалению, современный бизнес так устроен, времени на приборку нет. Все что-то творим, делаем, изобретаем. Потом смотришь, 20% процессов не нужны, 50% процессов, оказывается, имеют встроенные атовизмы, явные совершенно. Иногда вообще рудиментальные явления появляются, которые просто за счет шаблонности мышления, грубо говоря, они там, знаете, там классический пример, который приводится. Первое время, когда интернет ввели, они очень сильно были похожи на журналы. Потому что скопировали, да, был такой широкий круг, там уже взаимодействие было, думали как журналы. У нас также с вами сейчас точно такое же время. То есть, все поменялось, все там, можно делать по другому модели, но мы еще шаблонно очень долго будем все это проходить. Мы так устроены. А кризис дает возможность резко все это сделать. Так, ну, наверное, вот еще, кстати, хотел рассказать про уборку и про внутри распределения. По каждому пункту нужно очень хорошо отладить процесс, очертить круг. Вот если хотите, чтобы все сегодня не зря прослушали, да, меня, грубо говоря, по каждому пункту четкие цели, задачи, метрику, полномочия, ресурсную базу выделите. И скажите, какую ценность вы хотите получить. Где-то, если сами берете какие-то пункты, сами проработайте, посмотрите. То есть, пожалуйста. Но это нормальная история. Вот, если где-то что-то там не получается, ну, пробуйте все равно. Пробуйте по-другому, пробуйте с другими людьми. Потому что я вот сейчас вот на скидку все, что сегодня обсуждал, можно очень хороший проект внутри компании запустить, сделать и реально повысить эффективность. Вот, в сухом остатке, давайте там ближе к концу смотрим. Да, а раз мы, кстати, вот проговорили про модель Адизиса, да, это там ЕПИА, да, так называемая. Администраторы сейчас нужны почти, от них изменений не дождаться. То есть, все это мы понимаем, да. Вот, про продактив функция тоже, она будет идти. Сейчас нужны хорошие интеграторы и хорошие предприниматели. Поэтому, когда своих людей смотрите, кого брать в команду, через кого заходить в изменения, всегда ищите вот эту компетенцию. Такую более, знаете, такую гибкую, готовую меняться. Потому что, если сейчас вы опору сделаете вот на таких закоренелых бюрократах, скажем так, да, у вас может ничего не получиться. Я не говорю, что возраст зависит от степени вероятности бюрократизации. Это образ мышления. От возраста это никогда не зависит, коллеги. Все знают мой подход. Я считаю, что человек в 15 лет и в 85 одинаковый. И поэтому связывать с возрастом способности человека надо самого человека всегда смотреть. Это неправильно. Вот, коллеги, давайте в самом завершении, наверное, да, что еще хотел рассказать в целом, от себя добавить. Что на основании, вот сейчас есть уникальная для нас, для всех возможность, все-таки бизнес трансформировать. Когда такая вот ситуация, как сейчас, к изменениям готово все. Это тот, кто лидер изменений берет и четко объясняет, зачем они нужны, что нам это даст, как мы это будем делать, на каких предпосылках основываются эти изменения. Я глубоко убежден, что его слушают. И он как никогда имеет шанс эти реформы в компании провести. Следующий момент. Бизнес так устроен, что он вечно не может быть плохо. Даже вот сейчас вот этот пик кризиса, который мы с вами проходим, вот сейчас вот сегодня у нас 10 мая, да, я думаю, что в нашей сфере он еще, ну, максимум, там, второй квартал будет. И уже мы видим, коллеги, давайте, чего уж там, переха таить, мы все видим по новым активностям, что все уже восстанавливается. Вот у нас вообще там в апреле последние 2-3 дня, ну, прям, ипотечные консультации по сети, ну, прям, плюс 25-30% было к средним уровням, там, 2-3-4 недели апреля, то есть, в принципе, мы уже так ожидаем там переход, да, но расслабляться не надо, надо вот эти не забыть ощущения и попробовать фундаментально поменять бизнес, потому что потом, когда он вернется в нормальное состояние, у вас эффективность поднялась с бизнеса, уровень ватерлинии, так называемый, наоборот, снизится, и доходы будут такие же, как раньше. В доходах мы все не потеряем, но для этого сейчас нужно тщательно, максимально эффективно вот за все взяться, пересмотреть, внутренне настроиться. Я понимаю, вот многие сейчас предприниматели говорят, ну, работать без денег неинтересно. А я могу так сказать, работать без денег еще как интересно. То есть, потому что, знаете, ты решаешь такие задачи, которые, я думаю, единицам по силам будет решить. Работать на хороших рынках любой сможет в прибыли. Я всегда говорю, вы попробуйте на слабых рынках, создайте систему, повысите эффективность, повысите там четкость каждой детали организма, четкое взаимодействие между ними, чтобы ансамбль по-новому заиграл. Потому что, условно, для настоящей хорошей музыки может быть, нужны оркестры, но 5-7 хорошо играющих людей вместе слаженных полностью заменят, поверьте, этот оркестр, вы даже не заметите, если честно. Ну, на таком экспертном уровне. Ну, наверное, так, последнее, самое заключительное слово. И я со мной над это думал, что мы уже столько сделали в этом бизнесе. То есть, и каждый, я уверен, что сейчас, допустим, расслабиться и, наоборот, не включиться, его не удержать, не развить на новые высоты, это преступление против всего того, что мы раньше делали. И тех людей, которые вкладывались в это развитие. Поэтому я вижу, что сейчас самое время переосмыслить, допустить убытки какое-то время, не терять там потенциал развития бизнеса и резко двинуться вперед. Я сегодня специально не упомянул команду, как нужно с ней, что нужно делать, да, как там развивать, менять, не менять, усиливать наоборот. Слушайте, тут давайте это будет тема отдельного разговора, но просто скажу пока, в кризис лучшее время для резкого улучшения команды, создания более, привлечения более сильных людей себе в партнеры, да, там, в управление, кадровых решений, опрозрачивание того, что ты хочешь, руководитель больше должен быть с людьми. И вокруг этого строит там изменения системы. Вот, коллеги, всем, надеюсь, все хорошо отдохнули, да, эти дни, вот, у всех хорошее настроение, активность рынка точно будет улучшаться постоянно и настроение тоже. Все, большое спасибо всем, до свидания.